ребятки привет привет у нас сегодня вы наверное поняли кто александр волков медведев который нам поставил тут какие-то интересные вещи что ты будешь делать на самом деле от неполный рецепт нам нужно его дополнить вот этим и все это но нам еще понадобится масло соль сахар но это те продукт которые есть у всех всегда у нас сегодня максимально русский рецепт блюда и мы так бороды сразу да это прямо самое главное после этого помыть руки да мы готовим щи из квашеной капусты мне кажется это один из самых древних рецептов русской кухни по той причине что вот этот продукт квашеная капуста я не знаю сколько но больше 1000 наверное лет точно назначить вот может быть и еще больше потому что горячий ну как известно и капуста вообще из греции начала распространяться расползаться по миру между русской культуры греческой культуры давняя связь я думаю что и капусту тоже очень давно способ сохранить ее самый простой это заквасить важная капуста это прям бесконно русский старинный я не знаю это было в каждом доме всегда везде всегда ук это максимально простая еда максимально дешевая сделать из нее очень вкусный суп нам позволит одна нехитрая манипуляция как заквасить капусту можем смотреть здесь мы капусту делали мы капусту делаем делать будем все просто смотри нам нужно сейчас взять капусту квашеную если бы у нас был рассол мы бы и его тоже поместили но но у нас такой да безрассольный вариант меня на самом деле это я капусту привез из ресторана мы ее сами делаем ну да у себя парни которые собирали посчитали что мне не нужен раз он половина емкости примерно помещается сока пусто нам больше на сбу кастрюли капусту на положим заливается водой так чтобы покрыла просто сделать рыло чуть-чуть а вообще элементарно для того чтобы сэкономить время мы сейчас ее доведем до кипения в принципе это можно сделать и в духовке мы ее сейчас помещаем в духовку это точно так же как делали наши прежде печи печи да не было стальной посуды помещали в глиняный горшок закрывали сверху тестом помещали в печку печки готовили это называется приварок это когда капуста достаточно длительное время томится при не сильно высокой температуре при этом кипит процессе чего она превращается из кислой кислой в такую не сильно кислую более сладковатую но при этом она становится более мягкая она бы становится мягко она не хрустит уже да она не хрустит нам не нужна их нежна хрустящая капуста общак наших это будет основа для нашего супа как закипит накрываем фольгой фольгой накрываем для того чтобы просто не пересыхало нам не нужно чтобы все оттуда ушла и начала подгорать капуста нам нужно чтобы она была мягкая насытила всем вот этим вот своим капустным вкусом бульон и все это будет прекрасно основа для наших я думаю ребята спросят почему фольгой они крышкой фольга более плотно представить чем крышка вообще на профессиональных кухнях Никто вообще не использует крышки по одной простой причине. У нас только здесь две разных кастрюли разного размера. На кухне их размеров, ну, я не знаю, штук по 30, наверное. Больше всего используют вот такого вот маленького размера, литр-полтора сотейники, на которые, если бы было бы крышки, ну, у меня, например, сотейников, ну, за 50. Место, где хранить 50 крышек, нужно еще найти. А кухня, как бы, никто не будет... Понятно, что ресторанами занимаются бизнесмены, никто не будет из бизнеса выделять какое-то помещение. Даже если это будет метр на метр для того, чтобы там крышки хранились. Поэтому крышки не нужны, нужна фольга. Открываем вот так вот кусок, складываем его в два раза для того, чтобы не была слишком тонкая... Слишком тонкий материал, который пропускает большое количество температуры. Ну, еще он хрупкий. Лист фольги, понятно, что порвать легче, чем несколько листов фольги. Плотно закрываем, ни одна крышка не будет настолько же плотно прилегать к кастрюле. Она сейчас вздуется, соответственно, там началось кипение, и мы уберем ее в печку. Пока, Леонид, тебе как почетному... Коренщику, да? Коренщику. А знаешь, как называется помещение, в котором работают коренщики в ресторане? Нет. Корнегрызг. Корнебрызг? Корнегрызг. А коренщик это первая ступень? Коренщик это первая ступень. То есть молодой поступает... Следующая ступень, начальник корнегрызки. То есть он командует коренщиками? Да, он самый старший коренщик. Режем как? Не режем, надо почистить. Просто чистим. Да, а давай я тебя научу шинковать? Давай. Нет, ты сначала почисть. Ты сразу от счастья бросил, да. А я мельчу грибы. Белые грибы, сухие, которые мы сделали по рецепту вот здесь вот, который должен появиться. Бульон из белых грибов. База, самая основа того, что нужно делать, если ты хочешь сделать что-то грибное. Смотри, капуста закипела, забурлила. Мы ее в печку. Чем хороша еще духовка? Мы в нее поставили, у нас на плите ничего не стоит. Точно. Если маленькая плита, это прям вообще очень крутой выход. Самый главный аспект, почему там? Там, во-первых, нагрев идет со всех сторон. Равномерный. Равномерный нагрев. У тебя нет, даже если влага выпарится, не будет ничего пригорать. Пригорать не будет. При этом температура невысокая. Она деликатно там нагревается и происходит усиление вкуса. Я начну потихой греть сковородку. К моменту, когда она нагреется, ты должен научиться шинковать лук. Смотри, все просто, сложного нет ничего. Режем пополам. После этого, ну у нас здесь две части. Отделяем. Жопка не нужна. Еще часть тебе как раз удобная будет, помельче. Смотри, руки вот так поставил. Ты не доску поворачиваешь, не сам ворочаешься, а ты просто поставил руку так, как тебе удобно. Если тебе неудобно стоять вот так, поворачиваешься сам. Рука удобнее всего, если продукт у тебя будет идти, нож по продукту будет идти вот так. То есть повернулся, встал полубоком, поставил и нож держишь вот так вот поставил палец себе. То есть ты мизинцем придерживаешь, палец поставил и вот здесь его ущипнул. То есть нож у тебя держится прямо вот так, упираясь вот сюда. Движение, смотри, вот примерно этой частью ножа ты приставил к луку и дальше проводишь до пятки. Вот такое движение. И постепенно сдвигаешь руку. То есть ты уперся большим пальцем и двигаешь вот так. А рука сама ходит вот так. Теперь встань. Теория сложная, конечно. Не сложная, на самом деле. Встань и вот так по доске повернись. Встань, как тебе удобно. И по доске теперь веди. Вот ты поставил кончик ножа и ведешь пятку до того же места, где был кончик. И все, и делай это. Да, и старайся так, чтобы у тебя пятка оказалась в том же месте, где был кончик. То есть нож не съезжал. Пятка в том... А, я понял. Без лука пока делаем, да? Да, да, да. Просто вот стой и продолжай делать так. Шли годы. Только пятка у тебя должна касаться доски. Если пятка не касается доски, нож не прорезает. Что-то я делал неправильно, потому что рука устает. Ты слишком сильно сжимаешь лезвие. Тебе не нужно сжимать вот здесь. У тебя же костяшки поберем. Не дави там сильно. Все, я сейчас пока раскаляю масло. Сливочное. Сливочное. Закидываю грибы. Тренируйся пока, тренируйся. Смотри, у тебя получается. Теперь сделай то же самое. Руку поставил, пальцы не вот так. Чтобы не отрезать, да. А именно так. И теперь то же самое. Просто вот так по руке делай. У тебя упор на средний палец. Прям к нему нож приставил. Только лезвие подвинул не к себе, а чуть-чуть от себя. Понял? И вот так стоит делать. То же самое движение. Вообще абсолютно то же самое. Только пятка у тебя должна касаться доски. Пятка должна касаться доски. До конца прорезай. Нет, пятка должна упираться прям в доску. Вот прям упираться. Не обязательно торопиться. Главное техника, чтобы была. Пятка должна касаться доски. И дальше вот так. Ты пяткой коснулся и протянул нож. Шряткой коснулся и протянул вперед. Все. А теперь делай. Уприз большим пальцем и делай вот так. То есть ты большим пальцем, как шприцом, проталкиваешь ее вперед. Моторика, как в первом классе учили. Ты в больнице был, шприц видел? Знаешь, сестры плохо колют. Теперь соединяй. Смотри, то же самое. Поставил продукт. Протянул, подвинул. Протянул, подвинул. Главное, не торопитесь. Нет. Палец указательный у тебя где? Нож возьми, так как я тебе говорил. А. Лезвие чуть-чуть в ту сторону, чтобы не отрезать себе пальцы. Надо более плоскую взять. Много думать. Много слишком думать. Ты слишком много думаешь вообще. Много думаешь. Да. Смотри. Просто возьми, вот как у тебя там было. Как ты до этого делал? Не концентрируйся на продукт. Концентрируйся на тех вещах, которые ты делал. На, возьми вот этот нож. Подлиннее у него рычаг побольше. Тебе попроще будет. Вася, дай мне лопатку, которой ты играла. Вася, дай лопатку, пожалуйста. Вася. Надо плоский продукт. Тем временем смотри. Ты быстро отжарил грибы. Я обжарил грибы и теперь понюхай. Обалдеть. Жареные белые грибы. Самое главное, знаешь что? В момент, когда у тебя начнет получаться, не думать, что ты охеренный профессионал. Ну, это когда, да. Начинающие водители начинают гонять. Да, да. В три года, когда они проездят, они понимают, начинают верить в себя. И все. И разбиваются. Вот здесь то же самое. Хотя я отрезал себе вот от этих пальцев фаланги. Прям целиком. Целый ноготь. Раз, наверное. Восемь. Это было уже в осознанном возрасте, когда я уже профессионал. Когда я уже прям, уже у меня стаж, я не знаю, за 10 лет точно. Ну, когда ты уже слепую начинаешь это делать, да? Нет, это чаще всего происходит, когда не твой нож. А-а. Сливочный. Сливочный. Нет, от себя. Не тренируйся резать к себе. Это, ну, так тоже можно резать. Это тоже есть такая техника, но она некорректная. Чтобы контролировать лучше нож, лучше резать от себя. Я вспотел аж. Ну, ничего. Что-то накромсал. Нормально накромсал. Слез нет? Чуть-чуть есть, но терпимо. Слезы радости. И вся наша команда плачет тоже. Слез, чтобы не было, все очень просто. Можно иметь плохое зрение и носить контактные линзы. А это как раз мое. У меня с линзами какая-то странная история произошла. Я носил несколько лет линзы, а потом вдруг резкое отторжение, не знаю что. То ли инфекцию какую-то занес в глаза, то ли что. То есть, я одеваю линзы, у меня начинается какое-то неприятное ощущение. Поэтому за рулем, или когда смотрю телевизор, или вдаль, я все-таки очки одеваю. А так, у меня минус два, поэтому там все. В принципе, все видно. Зато все красивые. А то иногда, как очки одеваешь, думаешь, ё-моё, какие рожи-то. А так вроде все это. Хорошо. Сейчас чуть-чуть я налью раститель. Совсем чуть-чуть. Галь, дай стаканчик, пожалуйста. Спасибо. Попить хочется? Ты не хочешь попить? Не, я не хочу. Спасибо. Пожарили лук, пожарили грибы, капуста варится. Что еще надо? Смотри, у нас такая штука. Капуста достаточно кислая. Нам нужна сладость. Лук это, в принципе, такой, достаточно сладкий овощ. В нем достаточно много сахара. Но для того, чтобы нам его раскрыть, нам нужно его сейчас будет обжарить. Обжарить нам его нужно до золотистого цвета. Чтобы у нас вот этот сахар, который там лежит, в процессе температурного воздействия карамелизовался. И вот эта вот вся карамель, которая в нем есть, мы потом закинем в бульон, в наш суп. Он уже, да, подсластит. Мы, как бы, по-любому, скорее всего, будем добавлять еще сахара. Но если у нас есть возможность не использовать обычный промышленный сахар, а взять его из продуктов, почему этим не воспользоваться? Конечно, конечно. Это круто. Я думаю, у наших предков не было возможности добавить сахар. Ну, мед был. Есть только, да, мед. Мед был точно всегда, и медом пользовались все. Графу Шереметьеву про предков жаловаться. Мы же завсегда с народом. Да. Мы же завсегда. А у тебя Шереметьев фамилия, да? Да. Поэтому я не умею резать двух. Представляешь, сколько он ходит? Аэропорт был у него, усадьбы везде. А сейчас ездит на Ласточке, живет Волтухево. А я, кстати, тоже живу Волтухево. Я переехал... Сколько мы переехали? Месяц? Вы недавно? Да. Вы снимаете или прям приобрели? Снимаете. Через Волтухевское шоссе проходит. Вектор, да, напряженный, кулинарный. Все, ждем карамелизации. Да все уже, желудок это это. Да? Нет? Нет еще? Не-не-не-не, это только начало. Я думаю, еще чуть-чуть масла. Масло нам здесь не испортит каши, по той причине, что нам масло нужно для того, чтобы от сковородки теплопроводность была лучше к продукту. Излишки его мы уберем из супа. Жир всплывает, мы его сверху половничком оп и выкинем. Это тоже такая же уловка, как, например, когда ты на кухне, тебе нужно хорошо, до золотистого состояния пожарить большое количество лука. Ты берешь сковородку с высоким бортом, сотейник такой прям большой, стругаешь туда 10 килограмм лука, заливаешь вот столько масла, оно у тебя теплопроводность позволяет сделать так, чтобы большое количество тепла ты ставишь прям на максимальную температуру. То есть не только внизу, а полностью все как бы жарит? Не полностью, но вот у тебя лука вот столько, масла вот столько. Масло за счет того, что поднимается от дна сковородки большое количество тепла, масло распределяет это тепло. Ну да, да, я про это и говорю, что... Только где поверхность, да, и все, вот это. Получается такой длинный фритюр. Ты непрерывно перемешиваешь, то количество энергии, которое подает плита, распределяется маслом по всей площади вот этого вот лука. Он карамелизуется, потом ты его на сито откинул. У тебя, во-первых, снизу получается луковое масло, которое ты можешь использовать для заправки. Например, корейскую морковку ты без этого масла не сделаешь вообще. Она, ну, очень большое количество блюд корейской кухни, такое советско-корейской кухни, оно основано именно вот на таком вот луковом масле. Это идеальная приправа к каким-то таким запеченным овощам, например. Ничего себе. При этом ты сделал так, что у тебя за один раз пожарено большое количество лука, которое ты, если вот так маленькими партиями будешь жарить очень долго. Это, опять же, если ты хочешь сохранять масло. Если ты масло не хочешь сохранять, оно стоит не сильно больших денег, не колоссально. Чего тебе попить? На, Галь. Галя. Чего нужно сказать? Спасибо. На здоровье. И тебе попить? Пока жарим лук, да? Пока жарим лук. И ты видишь, у нас все еще, а мы его не снимаем. То есть ты тогда уже думал, что... Я думал, да. Я, честно говоря, по мне так давно пора. Нет, карамелизация продолжается. Он даже есть некоторые, вот, как ты говоришь, здесь кусок, который вообще сырой. Он еще хрустит. Ты любишь собирать грибы? Ну, если они есть, то люблю. А если их нет, то не люблю. А на рынке? На рынке твой вариант, да? Нет, на самом деле нет. Конечно, люблю. Это как, знаешь, любишь ловить рыбу? Если ничего не ловишь, то не люблю. А если что-то ловится, конечно, хорошо. Слушай, ну это же тоже медитация. Даже если ты ничего не собрал, побыл с собой. Да, в этом плане, конечно, хорошо. Мы же в таком городе живем, где люди сами с собой-то особо и не находятся. Да. Всегда кто-то есть. В метро есть кто-то. Даже если ты живешь один, все время на работе, в магазине, на улице, еще кто-то. Домой пришел вечером, сел сам с собой побыть, а там соседи. Да? Отмечаю. Да, так и есть. И даже дом это у себя-то, не то чтобы сам с собой. Вообще, по полной тишины не бывает никогда в большом городе, да? Ну, согласись. Или за окном, или за стеной. Да, 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 я согласен. Или сверху, или снизу. Там собаки какие-то лают, там соседей там наверху в квартире, да, допустим. Ну, то есть... Слушай, меня посчастливилось уехать на Алтай не так давно. Мы там были в месте, которое находится 5 километров от границы с Казахстаном и 60 километров до ближайшего населенного пункта. Там начинают быть звезды, видно, за час до заката. Там нет, ну, то есть нет иллюминации никакой снизу с земли, соответственно, не отражает небесный свод. Вот, и когда садится солнце, вот там видно млечный путь невооруженным взглядом. Это неземная красота, во-первых. Это слияние двух рек. Катуни и река Озерная, по-моему, она называется. Это недалеко совсем от Катунского зоопарка. Дико красиво. Там мы были на пасеке. Мы ездили к пасечнику. Это, типа, самая воскогорная пасека в России. Там пчелы летают на уровне 1500, по-моему, или 1400 метров над уровнем моря. Идеальная красота. Чтобы туда добраться, ты приезжаешь в поселок, который называется Морловодка. Там раньше было большое в Советском Союзе морловодческое хозяйство. Морловодка выращивает. Это такие олени с мягкими врагами. Прыгаешь в катер на водомете, который не на винте даже, а на водомете. Потому что там горная речка и вверх по течению 70 километров. Как же он живет, пасечник? У пасечника большое хозяйство. У него там гостиница, ресторан, есть все дела. А там на пасеке его брат занимается хозяйством. В принципе, вот, смотри, мы добились того результата, который нам нужен. Вот так теперь, да, должно быть-то? Да. Теперь мы слегка еще, да, чтобы это все поженилось между собой. Вот так и чуть-чуть бульона. Грибного бульона. У нас это все сейчас слегка потушится и станет более мягким. Плюс, чтобы мы потом времени не тратили, когда у нас капуста приготовится, мы взяли вот эту вот заправку, туда добавили. Пять минут буквально кипения, все готово. Как сделать идеальный грибной бульон, ребят, смотрим здесь. И чтобы мама была довольна. Ну, это сложная задача, но... Но мы стараемся. Ну, скажем так, почти довольна. Почти довольна. Почти довольна, да. Мам, привет. Мамам надо почаще передавать привет, потому что мамам это надо обязательно. Значит так, ребят, сейчас все дружно нажали на пробел ютубчики. Те, кто сидит перед компьютером, все остальные поставили на паузу. Напишите маме, мам, я тебя люблю. Она оценит. Просто смс-куда. Кстати, моя мама, ей 84 года, она бегло владеет искусством смс. Отправки, написания и приемов тоже полностью. Вот вы изверги. А как же голос услышать? Хотя бы смс написать. А представляешь, какое количество людей получит в ответ смс-ку? Так, ну-ка, рассказывай быстро, что случилось. Да. Это не с добра. Нет, понятно. В принципе, все. Можем спокойно удаляться до окончания капустного времени. А оно наступит у нас, ну, я думаю, что через час. Что по таймингу? Мы взяли капусту квашеную, залили ее бульоном. В данном случае не бульоном, водой чистой. Для того, чтобы она у нас пошла набирать свою кондицию нужную. Замотали фольгой, отправили в духовку на 180 градусов. Если у кого-то есть жим добавления влажности, влажность добавлять не нужно. 180 градусов, отправляем ее на 2 часа туда. Самое главное, чтобы было очень плотно залеплено, иначе в процессе сил может влага испариться и капуста начнет подгорать. Тем временем мы сделали грибной бульон. Вот тут. Грибы обжарили, лук обжарили, все вместе соединили. 5 минут вместе с этим же бульоном прокипятили. У нас все вместе обменялось вкусом. Получилась вот такая вот заправка. Точно по тому же самому принципу, как все дома делают заправку для борща. У нас аналогичная тема. Лук плюс жареные грибы, сливочное масло. Все вместе с бульончиком протомилось. Это теперь ждет. В принципе, если хотите получать такой же результат, можно вот эту вот штуку увеличить в 5 раз. Потом поделить на части, сложить в пакетик, убрать в морозилку. Нужно приготовить суп точно такой же. Выберете капусту, помещаете ее в емкость с водой, заматываете фольгой, убираете в духовку, уходите смотреть любимый YouTube. Возвращаетесь через 2 часа, закидываете комок вот этой вот в смерзшейся гуще вместе с пакетом. Это все подогревается. Пакет вытаскиваете, выкидываете, доводите до вкуса, щи готовы. Просто неимоверно, очень удобно. Делать при этом вообще ничего не надо. Если ты сделал вот эту заготовку, купил квашеную капусту на рынке, самое главное попробовать, чтобы она была вкусная. И все, пришел домой, сделал. Время занимает физического участия 5 минут, фактического участия где-то 2,5 часа потолок. То есть это вот была такая русская еда, которую заготавливали из заготовленной капусты. Да, да, да. Утром нет времени вообще. Если ты занимаешься собственным хозяйством, утром ни на что нет времени. Утром самое ценное, что у нас есть. Соответственно, хозяйка проснулась утром, взяла котелок, сунула туда грибы, лук. Никто не жарил вообще, это мы сейчас занимаемся, у нас есть куча свободного времени. Сунула туда грибы, сушеные просто с полки. Луковицу вот так вот порубила на 4 части, засунула туда капусту, долила водой. Закрыла крышку и убрала в печку. Ушла по делам. В 5 часов вечера, да, вернулась. Достала котелок из печки, свистнула, сказала, ну-ка все за стол, поставила. Все поели, пошли по койкам. Вот это жизнь. А вы, ребята, вместо дел, звоните в колокола, делайте репосты. Очень хотелось бы узнать, какие щи еще вы пробовали. То есть мы сейчас готовим грибные щи. Щи с квашеной капусты, с грибами, это такое. Ну, я бы не сказал, что обычные рецепты, каждый день мы такое пробовали. Я знаю точно, что есть борщ, который готовят на карасях. Я знаю точно, что есть всякие разные вегетарианские версии борщей и щей. Это, кстати, тоже вегетарианское. Расскажите, какие пробовали вы. Обязательно. Всем будет интересно. Капуста. Прошло. О, какой запах капустный. Растомилось. Вообще. Смотри. Вот зачем нужна была вода, видишь? Она вся в капусту укладывала. Видишь? Да. Ее практически не осталось. Но при этом капуста, попробуй. Вот она была. Попробуй эту. Эту ты уже попробовал. Чувствуешь, какая она нежная? Она нежная, не такая кислая. И она не ядреная, не кислая. Она прям такая, как надо. Она мягкая и по вкусу мягкая. Да. Смотри, мы ее в грибной бульон, который мы с тобой до этого сделали. Это вот то, о чем я тебе говорил. У тебя уже есть вот эта заправка. Все, что нужно, пришел, поставил в духовку, накрыл. Два часа прошло. Взял вот эту вот штуку, бахнул туда. По консистенции. Горячая, горячая? Горячая, да. Хотел убрать. По консистенции посмотрел. Мне такая густота устраивает. До кипения. Закипает. Пробуем на соль, на сахар, на кислоту. Что нам нужно? Что мы хотим от этой жизни? Другой мы практически доводим до кипения с тобой, да? Да. И доводим до кипения 2-3 минуты. Ну, 5 максимум. Чтобы все вкусы друг с другом смешались. Все перемешалось, да. Все. И просто соль и сахар по вкусу. Соль, сахар. Причем сейчас у нас мало кислоты здесь, потому что у нас капуста была без рассола. Если бы капуста была с рассолом, нам было бы достаточно кислоты. Сейчас мы сюда еще лимонного сока бахнем. Это что? То есть надо добавлять даже. Да. Но капуста с рассолом нужна. Немного. Много не нужно. Соль. Лимон. Оп, в глаз. Сахар. Казалось бы, зачем добавлять и кислоту, и сладость, которая нейтрализует? Смотри, у нас продукт острый. У нас здесь капуста, жареный лук, сушеные сначала отваренные, потом обжаренные белые грибы. Здесь нет вот этой вот мясной насыщенности. Поэтому нам ее нужно создать, повышая уровень pH. Мы добавляем туда кислоту, нейтрализуем ее сахаром, и из-за этого появляется плотность. Это та самая обманчивая плотность, которая есть в лимонаде. Лимонад все любят. Это просто лимон и сахар. Все, там больше ничего нет. Но при этом ты добавляешь воды, лимон и сахар. Тебе кажется, что это лимонад. У тебя прям такая штука насыщенная, ты варил ее долго. Здесь работают ровно те же самые механизмы. Мы добавляем вот тем самым, что мы делаем, баланс, плотность. Чуть-чуть соли. Сахар добавили. Сейчас еще лимонад. Чуть-чуть лимона, чуть-чуть, немного. Вот так. И я думаю, что огонь. Две минуты пусть побулькает, и ты удивишься, что же это. Я очень хочу попробовать. За чудо. Все. Сейчас я тебе пока не дам. Пусть побулькает. Я добавлю потом туда ложку сметаны. Грибной суп без сметаны. Ну, конечно. Это такое. У нас есть сметанная морковка. Это просто, как это сказать, удобная вещь хранить на работе сметану. Потому что сметана всегда в соусник кладется. Если ты берешь это из баночки или из какого-то контейнера, с ложки всегда есть потеки. Потом это вытирать, да. А так попал куда надо. Дмитрий Михайлович, ну ты сегодня приобщился прям к русской. Я прямо, да, хочется бороду подлиннее, если честно. Так я начал. Хоть и не растет, но я стараюсь. Сейчас вымучиваю. Жена не разрешит. Не любит длинную. Ты уже голодный? Я очень голодный. Ложку уже, вот у нас. Я прям уверен, ты кайфанешь. Погоди. Так, сметанка. Немного мазика. Так, это для пробы, это не для искусства. Все, я перемешиваю. Как хочешь, хочешь размешивай. Не, не, я размешаю, размешаю обязательно. Это здесь каждый. Как я это, да, привык. Щи есть. Грибы прям тут плавают. Смотри, такие нажористые. На вид нажористые. Сейчас попробуем. Запах грибной такой, да? Мощный такой. Я с грибами прям возьму. Сейчас только остудить, чтобы не обжечься от жадности, как это всегда бывает. Ты данешь, а потом это. Весь сезон не чувствуешь вкусов просто. Офигенно. Очень вкусно. Очень вкусно. Посмотрите в эти глаза, называется. Они не могут лугать. Слушай, я на самом деле обожаю такие рецепты по той причине, что ты не затрачиваешь колоссальное количество времени на их приготовление. Ну, это, ну, я не знаю, не происходит войн из-за таких рецептов. Не происходит. Ты не идешь кого-то захватывать. Не ищешь шапыта единорога. Ну, нет никаких таких сверхъестественных событий, которые тебе нужно сделать для того, чтобы сделать такую вкусную штуку. Главное, главное в этом, вот что, ребята, я хочу сказать. Если вы думаете, что вкуса здесь недостаточно, вкуса здесь вот. То есть концентрат вкуса. Три ингредиента. Всего три ингредиента. Правда, три ингредиента. Ну, реально, я еще, кстати, что-то слышал про капусту, что капуста, она добавляет, как бы усиливает вкус. Умами? Да. Любые квашеные вещи умами прям превозначены на вершину. А здесь мы взяли их три. Потому что здесь умами от грибов, от сушеных. Сушеные грибы на кухне применяют очень часто. Для усиления, да? Я тебе раскрою тайну. Пользуют очень часто такой прием. Белые грибы сушеные, их высушивают прям до максимального сухого состояния. Пробивают в пудру. И ты сварил суп перед подачей туда чайную ложку этих грибов. Бам! Ты грибного чувства не чувствуешь. Но при этом у тебя настолько плотность великая появляется, что это прям... Усиление. То есть это усилитель вкуса естественный. Ребята, обалденные вещи. Зашидай под твою мужественную руку. Пожму. Спасибо тебе, шеф. Огромное. Спасибо тебе. Я эту тарелку сажу целиком. Видно, видно. По глазам. У нас есть еще одна. Ребята, не забываем подписываться, ставить лайк. Писать обязательно комментарий. А особенно после того, как вы повторите этот рецепт. Звоните в колокольчики. Делайте репост. Вам счастья. Мы будем рады вас видеть еще, еще, еще и еще. Что потерял? На самом деле я потерял ваши комментарии. Пишите, мы уже говорили, да, про это. Пишите щи, которые вы пробовали с необычными вкусами. Мы вот сейчас сделали грибные. Сделаем еще точно рыбные. С чем еще пробовали? Может быть с ягодами какими-то. Пишите все там. Ребят, все зависит от вашей активности. Чем ее больше, тем больше топовых рецептов мы вам покажем. Спасибо. Давай я в одной, вот в такой исправлюсь. Умеешь? Нет. Хочешь? Мечта. Хочу. Смотри. Это тренировка. Так, ну покажи, я буду за тобой смотреть. Берешь прям по центру. Все, что тебе нужно, вот такое движение. Нет, расслабь, руку расслабь. Нет, расслабь. У тебя вот этот палец ведет вот так. Ты подкидываешь как ракетка. И чуть-чуть вперед. Ух! Не на те ты тренировки, Лензий Михайлович, ходишь. Ой, не на те. Начинается вот эта вот грязь полилась. Е-мое! Получается. Я понял. Чуть-чуть на себя. Понял, понял. Вперед. Вперед. Смотри. У тебя. Тебе нужно сделать так, чтобы зерно поехало вперед. Ударился в бортик и вернулся. То есть вперед. Вот такое движение. Понял? Не бойся. Ты не бойся. Грубо говоря, пойми, где лежит вот этот борт. Это зерно. Тебе нужно его, чтобы оно поехало по стенке и уехало назад. Так, середина. Придешь домой, 30 минут ты вот этой херней подделаешь, и ты научишься. Охереть. Потом резать научишься. Резать я тебя прямо сейчас научу. Не, это слишком. Шли годы. Надо показать. Севшее солнце. Я уже такой. Вставшее солнце. Посидевший. Да, посидевший. Не, на самом деле все просто.